Пострадали от любви. Возлюбленные екатеринбуржца Евгения Лодина в один момент стали его жертвами. Альфонс обещал девушкам счастливую жизнь, а взамен наградил огромными долгами. Репортаж Антона Чистякова. Они попросили не называть их имен, не показывать лиц, да и в кафе выбрали самое темное место. Только так эти девушки смогли позволить себе встретиться с нашей съемочной группой и рассказать. Их бывший мужчина хочет их смерти. Как только он понял, что мы вскрыли эту ситуацию, пошли жесткие угрозы. То есть конкретно мне шли очень серьезные угрозы жизни. Потом пошли угрозы жизни моей лучшей подруги. Ситуацией наши гости довольно мягко называют тот факт, что они оказались будущими женами одного и того же человека. И не единственными к тому же. Угрожать стал совсем недавно. А вот раньше, делится девушке, признавался в любви. Четверым сразу. Вот так в кафе, в разговорах за кружкой кофе или чая, как у нас сейчас, Евгений Лодин и начинал знакомство с очередной своей «Дамой сердца». В этом рассказы героини нашего сюжета сходятся практически до мелочей. Ну что, пойдем к тебе? Очаровал, абсолютно обаял. Через полтора-два месяца мне было сделано предложение с признанием в любви. Все сразу, общие планы, общие цели. Все общее, вместе, навсегда. На чистую воду у Лодина вывела обнаруженная в его телефоне одной из девушек переписка с соперницей. Впервые за два года я не позвонила ему, не стала выяснять у него, а позвонила этой девушке. Она приезжает, заходит из порога, говорит, этот пуховик дарила я. О, эти ботинки, подожди, а фотографии. А вот в этот момент, где он был? Я говорю, мы отдыхали в Турции. Она говорит, ну он сказал, что он ездил по делам с шефом, там, то есть для всех были свои роли. Девушки выяснили, с 2008 по 2014 года Евгений Лодин навсегда вместе хотел остаться с девятью ничего не подозревающими избранницами. И это только те, кого удалось найти. Еще буквально полгода назад имя Евгения Лодина можно было встретить, пожалуй, на каждом крупном сайте знакомств. Вот вы сейчас видите его фотографию, однако теперь его анкеты либо заблокированы, либо удалены. Фотографии Евгения красуются только на сайтах, посвященных Альфонсам. А еще на стенах домов в его родном районе девушки постарались, чтобы лицо Евгения Лодина знала каждая екатеринбурженка. Дело в том, что этот человек опасен, предупреждают они. Ведь он не только пишет всем любовные письма, кстати, практически слово в слово, а еще берет деньги. Очень много денег в долг. У него всегда виноваты были все. Ему все должны денег, его все обидели, женщины бросили, все его подставили. Все время нужно куда-то было денег. Каждое утро я, как нормальный человек, иду на работу и слышу в ответ, как от капризной барышни 100 рублей на проезд не оставишь. Девушкой утверждают, Евгений Лодин не вернул им ни копейки. Сейчас мы попытаемся созвониться с Евгением Лодиным и добиться от него каких-либо ответов. Так, набираем один номер. Набранный вами номер не обслуживается. Ну что ж, с Евгением связаться нам не удалось. Единственные два телефона, которые мы знаем, казались недоступны. Возможно, на контакт с ним удастся выйти следствию. Девушки в суде намерены доказать, что Евгений Лодин мошенник. Юристы считают, что у них есть все шансы на успех. В нашем деле достаточно уже и количества потерпевших. И доказательство отъема у них денежных средств, он уже должен был быть на скамье подсудимых как минимум. Такие прецеденты в регионе действительно случались. Так, в начале этого года за решетку, пусть и условно, сел Василий Путков. В интернете он был успешным предпринимателем. А вот в жизни оказался альфонсом с чрезмерным денежным аппетитом. То, что он выманил своих возлюбленных больше двух миллионов рублей, следствию удалось доказать. Окончательность Путкова к отбыванию наказания в виде лишения свободы. Срок он на пять лет. С ограничением свободного срока один год. С отбыванием наказания в виде лишения свободы и справедливо было нестрого режима. Сейчас все пострадавшие от любви Евгения Лодина собираются подать коллективный иск. А пока процесс не начался, спешат заявить, сводить счеты с жизнью не намерены. Это если угрозы бывшего возлюбленного окажутся реальными. Антон Чистяков, Сергей Чайков, Павел Леонов, Александр Курглов и Евгений Кузнецов. События ОТВ.